Всем привет! Вы находитесь на канале Авражка Лайф. Меня зовут Наталья, я живу в Сибири в Красноярском крае. Сегодня у нас снежно и ветрено, завьюживает ветер. Хотела снять ролик на тему как оставаться с яйцом круглый год. Все понимают, что курица это такое животное, ну наверное все такие животные сельскохозяйственные, у которой яйценоскость имеет волнообразный характер. То есть в какие-то периоды она начинает нестись, в какие-то она сбавляет и в какие-то она вообще отдыхает. Это биология, ничего с этим не поделаешь. И куры, которые содержатся в одном хозяйстве, наверное хозяева многие замечали, что бывают такие периоды у кур в стаде, когда они или просто заваливают яйцом, там просто какая-то яйценоскость дикая, а потом раз и как по команде все причем перестают нестись. Ленькая, там не ленькая, разные другие способы, но то есть цикличность яйценоскости, да это вот какая-то проблема. То есть какое-то время люди остаются без яиц. Я хотела бы сегодня поделиться своим способом, как я выхожу из этой ситуации. Сначала давайте зайдем в курятник, чтобы можно было поговорить. Ну хотя тут петух, еще не факт, что он нам даст. Вот курочки мои сегодня сидят и гуляют. Не знаю лучше это или нет, не дадут говорить наверное. При нормальном содержании куры, содержащиеся в одном хозяйстве, адаптируются под условия, созданные именно в этом хозяйстве. То есть режим дня и кормление, да, температура и освещение, то есть все это создает в определенном одном хозяйстве свой микроклимат, как говорится, и куры входят в этот режим, и у них свой биоритм складывается именно на содержание в данном конкретном хозяйстве. Соответственно и цикличность, и яйценоскость у них тоже будет синхронизирована между собой. То есть да, бывают периоды, когда то вот куры начинают нестись, а потом раз и стихает у них, да, и цикличность у всех причем. Вот у меня, по-моему, в прошлом месяце спрашивал знакомый, как у тебя куры несутся? А я, как человек такой суеверный, ну как бы, предпочитаю такие вещи не обсуждать. Ну говорю, ну несутся вроде как. А он говорит, а у меня вообще перестали нестись, не знают, что делать. Вроде как все нормально. Или вот у меня также вот по весне, в конце весны, в начале лета, куры очень сильно сбавляют яйценоскость, причем почти все. А у остальных людей, наоборот, идет вал яиц. Поэтому в каждом хозяйстве свое, как говорится, это вот свой микроклимат, да, под который куры адаптируются. И линька у всех в хозяйствах у кур наступает в разные периоды. То есть, все зависит именно от условий в данном хозяйстве. И с этим ничего не подделаешь, потому что это биология. Курица обычный биологический организм, который живет, как бы, да, подстраивается под те условия, в которых она обитает. Вот. А что же нам тогда делать? Нам-то хочется яйцо иметь круглый год. Особенно это актуально для тех людей, которые, ну, еще и продают яйцо, да, массово. То есть, если пока у тебя куры будут все в ожидании, когда же мы занесемся, ты потеряешь клиентов, да, а люди, которые на этом делают деньги, они себе такого позволить не могут. И вот люди ищут разные способы, разные причины. И не всегда эти способы даже полезны для кур. Иногда бывает, что, ну, ради того, чтобы не потерять клиентов, что-нибудь курице даешь, там, какие-нибудь гормональные средства, да, чтобы она только не слазь. Вот. Ну, я хотела рассказать сегодня о своем способе. Ну, это не какой-то там уникальный способ, скорее всего, так многие делают. Просто я хотела его объяснить. И это такой способ, как ежегодное вливание в стадо, как говорится, свежей молодой крови, да, ежегодное пополнение стада молодыми курами. Почему? У кур до одного года, значит, организм еще не, как бы, ну, находится в стадии формирования, и он еще не, как бы, подстроился, да, не, как бы, вошел в ритм, да, и, соответственно, она вам будет нести яйцо тогда, когда основное стадо у вас находится в задержке, так сказать, да, или ленька у них, там, какие-то другие природные причины, может быть. Вот. А молодая курица вам будет нести яйцо. Этот процесс у нее, вот, как я уже сказала, до одного года, ну, месяцев до десяти. Потом она входит все-таки в ритм стада, и уже на следующий год она у вас будет вместе со всем стадом также в задержке, да, в леньку одновременно впадать и все такое. То есть она вот до одного года, пока у нас есть время, она нам будет давать яйцо тогда, когда остальные куры на перерыве. Еще некоторые предпочитают брать вот кур с другого хозяйства, да, вроде как там другой режим, да, другой микроклимат, у курицы другая адаптация, она вот несется, ты ее к себе взял, но все-таки мы не забываем, что курица, которая взрослая, она стрессует гораздо сильнее, чем молодая курица. Молодая курица быстрее адаптируется, а если ты купил, ну, или взял где-нибудь новую взрослую курицу, то, возможно, она у тебя также впадет в стресс и не будет нестись вместе с основным стадом. Поэтому все-таки предпочтительнее брать именно молодых кур. Значит, теперь хочу рассказать, в какой период это делать лучше. В какой период брать вот этих молодых кур для вливания свежей крови, да, обновления поголовья, чтобы у нас была яйценоскость? Ну, на это нужно смотреть индивидуально в каждом хозяйстве и анализировать тот период, когда именно в вашем хозяйстве падает яйценоскость. Я, допустим, на своем примере сейчас расскажу. Вот в моем хозяйстве яйценоскость каждый год падает в конце мая и до первой половины лета примерно. Вот так. Ну, как бы я причину знаю, с этим делать, сделать ничего не могу. Вот. Но каждый раз у меня яйценоскость падает существенно. То есть, ну, я яйцо сама не покупаю, но прям его мало у меня. Поэтому мне нужно, чтобы в этот период у меня неслись куры. Значит, куры примерно начинают нестись месяцев с пяти. Поэтому мне нужно взять кур, чтобы вот именно к этому периоду им было уже пять месяцев. Соответственно, этот кур, допустим, если я беру где-то в конце апреля, да, в конце апреля курицы должно быть уже как минимум четыре с половиной-пять месяцев. И тогда она у меня в мае сто процентов занесется и будет нестись весь этот период до... ну, она будет и нестись, и нестись, пока у меня не занесется основное стадо. Каждый год я именно таким способом выхожу из этого положения, из этой ситуации по снижению яйценоскости. Да, конечно, эти яички сначала будут мелкие, но всё зависит как бы от содержания, от кормления. Этот период мелких яиц проходит достаточно быстро, но всё-таки мелкое это тоже яйцо, да, а не тогда, когда его совсем нету, то ещё хуже. Поэтому всё равно я нахожусь всегда, у меня есть яйцо. Куры у меня всегда несутся. Да, конечно, я не могу брать кур в таком количестве, то есть, ну, я беру, может, штук шесть-восемь молодых курочек. В принципе, ну, для меня нормально это. Ну, а если выводить кур самим, то тогда это должны быть куры, выведены где-то в декабре или в начале января. То есть, как раз им к этому времени они подойдут к такому периоду, что они начнут нестись. Ещё я знаю такие примеры, когда люди каждый сезон берут новых кур себе дополнительно. То есть, весна, осень, зима, лето, каждый сезон покупают молодняк. Ну, это в основном, конечно, те, кто заняты бизнесом, да, на яйце, вот, и у кого позволяют, соответственно, площади. У меня не позволяют площади каждый раз, вот, каждый сезон. Конечно, интересный опыт, да, возможно, хотелось бы мне так попробовать, но у меня нет площади, чтобы каждый раз обновлять поголовье, в то время, когда у меня ещё основное поголовье, да, так скажем, старички, хорошо несутся, поэтому, в принципе, меня устраивает то, как делаю я. То есть, я весной беру или вот по зиме вывожу, возможно, нынче тоже заложу яйцо, и чтобы у меня вывелись, если не успею, то придётся покупать молодых по весне. Вот такой вот у меня способ. Ну, а на сегодня я закончила. Всем спасибо за внимание. Кому это было интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. Сейчас всем всего доброго, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!